Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это для кого-то долгожданное видео на Lamborghini Aventador. Именно на ней мы сегодня прокатимся, посмотрим на что она вообще способна, и я обязательно открою уровень механика. Ну, сперва мы посмотрим на эту красавицу. Вы видите этот яркий, дерзкий взгляд. Мне кажется, матовый черный очень идет этой тачке. В конце видео мы, скорее всего, потенингуем ее немного по-другому, раскрасим ее в более яркие краски, короче, что придет в голову. Итак, разблокировать тюнинг нажимаем. Вот так вот открывается уровень механика. О, да. Она шикарна. Великолепна. Этот взгляд, эти формы, эти линии. 1012. Пиар у нее. Итак, конечно же, мы прокачали еще уровень механика до 51-го. Мне, чтобы еще одного очка тюнинга получить, нужно достигнуть 61-го уровня. Это будет долго на самом деле. Ну что ж, давайте прокатимся. Возьмем соперники BlackRidge. У меня как раз здесь самые интересные награды остались. Сейчас у нас соединение с сервером идет почему-то. Иногда игра, кстати, в режиме полета подвисает, и это очень странно. Заодно посмотрим, какое максимальное пиар у нее будет при тюнинге. Итак. Мы против Макларена по 1 будем гонять. Что ж. Глянем кто кого. Дерзкий черный или яркий синий. Я вот не знаю, кстати, как ее прокачать. Так, вроде норм, да? 1096. Конечно, маловато по сравнению с тем же Кёнигсегом. Ну, посмотрим. Блин, она вообще космос. Многие, многие голосовали именно за Вентадор. Уж больно, видимо, всем нравится эта тачка. Но на старте нас, конечно, Макларен по 1 только в путь делает. Может быть, мы сможем его догнать? И меньше дрифтить? Давай, давай, тяни, роднулечка. Ох, да, вот. Разлетаются они. Давай, может быть, я догоню, догоню, догоню. Нет. К сожалению, не получилось. Он тоже, видимо, врезался, потому что я его под конец трека начал догонять. Что ж, давайте еще разочек. Конечно же, мы еще против Маркуса Кинга прокатимся. Сейчас я попробую другую настройку сделать. Как многие рекомендуют, это разгон прокачать и нитро. Посмотрим, какой пиар будет у нас. Опять против нас Макларен П1. Давайте прокачиваем разгон, нитрушечку. И погнали. Глянем, что сейчас она мне покажет. Так, нам нужно идеальный старт, но у меня есть лишние обороты. В этот раз у нас трасса подлиннее. Может быть, здесь я смогу как-то вырваться вперед. Аккуратненько. Пока у нас неплохо. Мы идем наравне. Блин, вот не надо было мне врезаться. Здесь будут, по-моему, выстрелы из ESP, по-моему. Где-то вот здесь вот или дальше. Давай-давай, тяни, роднулечка. Я думаю, что я смогу его сделать. Вот здесь сейчас выстрел будет. Вот так вот берете. А, блин, попал все-таки говнюк. Скорость сбавилась еще, пиндюрился. Но чувак, видно, сзади тоже потерял скорость. Ладно, давайте-давайте-давайте. Сейчас уж не попадемся, я думаю. Благодаря тому, что в чувака тоже, видимо, попали. Я приехал первым. Буквально на секундочку. Он опоздал. Всего 5 ESP мне прибавили. Конечно, это маловато. Но да ладно. Итак, у нас осталась последняя гонка. И я получу очень много обычных классических контейнеров. Что ж, погнали. Посмотрим, кто у нас в этот раз будет. Königsegg CCX. 5069 ESP у чувака. Амимен, короче. Против нас. У него хромированная тачка. Так, давайте попробуем сделать так. Разгон, короче, на максималочку. Здесь, значит, 3. И здесь так вот. Нитры чуть-чуть прибавлю. Что ж, прокатимся. Посмотрим, на что способен наш противник. Я надеюсь, что я все-таки его сделаю. Посмотрим, какая трасса будет. Очень часто начал попадать последний именно трек, который добавили в обновление. Жду, конечно же, новых обнов. Я надеюсь, что больше всего добавят разработчики. То есть, больше всяких возможностей. Может быть, винильчики добавят. Еще что-нибудь. Так как я, насколько знаю, игра в лидирующих позициях. Что в плеймаркете занимает, что в App Store. И мне кажется, все-таки разработчики, глядя на это, хотя бы будут обновлять дальше эту игру. Но посмотрим. Короче, я проиграл. Но, несмотря на это, получу сейчас 50 тысяч. Да. Бабосиков у меня уже много накопилось. Ну и здесь, конечно, всякая фигня ненужная. Где-то будут, скорее всего, чертежи тачек. Блин, как много-то. Вот Toyota Supra мне здесь. Mazda RX-7, на которую я делал видосик. Неплохо, неплохо, конечно. Жаль, что как раньше, нет такого глюка с чертежами McLaren P1. Придется мне все-таки до конца проходить. И в конце я получу 15 фрагментов. Только лишь 15, блин. А нужно еще, по-моему, там 70 или 65. Не помню, честно говоря. Что ж, переходим в компанию. В последнее время игруха начала как-то глючить. Особенно появляться стали проблемы с соединением. Отпишите в комментариях, у кого то же самое. Я надеюсь, в ближайшее время это все поправят. Ну а мы сейчас прокатимся против Маркуса Кинга. Возьмем Lamborghini нашу прекрасную. 1012 против 973. Сейчас я без тюнинга дополнительного буду с ним кататься. И я думаю, я его выиграю. Главное никуда не врезаться. А тачек здесь будет много. Плюс еще мусора будут нам мешать. Также есть у меня в группе ВКонтакте тема, где вы можете делиться своим тюнингом. Жду, короче, ваши варианты тюнинга на Авинтадор. Но я поставил здесь самый крутой кузов. Самое крутое все. Чувак, только не обгоняй меня. Блин, засранец. Все-таки обогнал. Сейчас мы тебя догоним. Я просто так не сдамся. Отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не впиндюриться, вот как здесь, допустим. Блин. Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас мы тебя догоним. Просто так. Не сдам я позиции. Отлично. Отлично. Несмотря на то, что мы врезались, мы еще пока лидера. Отлично. Замечательно. Короче, я приехал первым. Вау. Получил еще новые винильчики. Но на самом деле я на Вентадоре практически не гонял. Только лишь качал его. То есть залом приобрел легендарные детали. И вот как вы видите, часто очень соединение с сервером идет. Постоянно оно пропадает. Не знаю, в чем проблема вообще. Думаю, снова нужно писать в техподдержку. Кто не знает, как писать в техподдержку, у меня есть отдельное видео по этой теме. Я обязательно в подсказках укажу это видео. И кто столкнулся с какими-либо проблемами, то обязательно заходите, смотрите видео, пишите им. Так, новое. Конечно же здесь цвет. Давайте посмотрим комплекты кузова. Вот так она выглядит без всего. Сверху только воздухозаборник. Он есть. Такой вот второй кузов у нее обычненький. И это самый мощный, конечно же. Самый крутой. Прям обалденный. Его также и оставим. Здесь мои любимые диски. Можно, конечно же, другие зафигачить. Я ее, кстати, нехил так заколхозил в одном из своих видео. Ну, давайте применим стандартные оригинальные диски ее. Уберем воздухозаборник сверху. Так, что у нас с капотом можно сделать? Просто карбоновый. Нафиг надо. Посмотрим, какие спойлерочки у нее есть. Тоже спойлерков не так много. Здесь, значит, есть потемнение какое-то. Это, скорее всего, карбоновый он просто становится. Такой вот скромненький. Но мне нравится самый большой. Так, что есть еще у тебя? Реснички мы не можем делать. Вот жаль, вот здесь нельзя фары менять. Допустим, свет фар какой-то другой сделать. И так далее. Перейдем, короче, мы в цвет. Посмотрим на окраски. Какой на нее можно зафигачить винильчик. Например, давайте вот этот посмотрим. О, кстати, очень дерзко смотрится. Ну-ка этот. Нет, это слишком как-то не так. А вот этот прям замечательно. Можно еще корпус попробовать перекрасить в хром в какой-нибудь. О, идеально. Так, давайте тонировочку сделаем другую. Это будет у нас просто бомбическая тачка. Так, какого цвета сделать колесные диски? Давайте вот такой вот под цвет черепушек. А это можно сделать красным, либо-либо, ну-ка, белым. О, вообще идеально, по-моему. Устрашающе выглядит. Отписывайте в комментариях, как вам вообще нравится, не нравится. Так, мастерство авто. У меня здесь самые первые винилы открылись. Ну, на самом деле они так себе на любителей эти вообще закрыты. Ну, вот такой вот винил с оранжевым вполне даже неплохо смотрится. Что ж, давайте прокатимся еще раз. Выберем также компанию Маркуса Кинга. Но надо, наверное, тачечку нашу прокачать все-таки. Применить ей вот разгончик. И давайте нитрушку применим, чтобы не все так было круто. И еще разочек против Маркуса Кинга прокатимся. Замечательно. Все будет легко, но на самом деле он меня может сделать. Итак. Ну что ж, я теперь тоже хромированный мужик. Нет, черепухи ей определенно идут. Жду ваши варианты тюнинга, раскрасок и многого другого. Вау. Много комментариев было по Авинтадору. Я видел, я вас услышал и решил сразу же, как появится возможность сделать видео. Блин, зачем я так впиндюрился в него? Так, ничего. Маркус Кинга отстает, отстает. Очень что-то сильно отстает. Может, он впиндюрится куда-нибудь? Или он меня догонит? Давайте я просто нитруху не буду использовать. Его, походу, коп там зажал как-то. Коп зажал за копчик Маркуса. Так, я вот нехило так натерся. Давайте будем впиндюриваться. Дадим фору нашему Маркусу. Во, я вижу, он начинает догонять. Поэтому фору я ему давать не буду. Пошел вам нафиг, так скажем. Отлично, мы еще раз выиграли. Но на самом деле, мне оба раза повезло. Кто не видел видео, где я впервые гоняю вот с этим финальным боссом, а оно у меня одно из самых популярных, проходите также в подсказки и смотрите. Там я вообще ужасно ездил. Ну что ж, вот мы и посмотрели на Авинтадор. Тачечка красивая. Прекрасная. Я сейчас качаю LaFerrari. Еще одну звезду осталось. Также McLaren P1 у меня ждет. Еще 80 чертежей. Офигеть, блин. Также у нас сейчас, что классно, в грузовых доках вы можете получить чертежи тачек, которые были в событиях. В данном случае у нас Dodge Charger. Можно заполучить шанс выпадения увеличен на 5. Это неплохо, но я, честно говоря, жду, когда будет на Nissan 370Z. В остальном тут на черном рынке можно, конечно же, тачки еще приобрести. Испытания тюнингом я прошел. Мона серии тут тоже не так много осталось. Нужно качать тачки, проходить. Заполучу еще немножко золотишка. Ну что ж, а на этом мы закончим. Отписывайте в комментариях, на какую тачку вы бы еще хотели увидеть видео. А с вами был по-прежнему Flickr. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой игровой канал, делиться видео с друзьями и, конечно же, ставить большие пальцы вверх. Всем пока.